Анапа полностью готова к началу сезона. Тем не менее, перед стартом еще раз сверка всех позиций. Все возможные проблемы необходимо решать на опережение. И здесь нет места для халатности и невнимательности. Тем более, когда это касается здоровья детей. Руководитель Анапского Роспотребнадзора требует поставить эту работу на особый контроль. Через так называемый фильтр не должен пройти ни один заболевший ребенок. Каждый больной, каждый больной, я повторяю, кроме травмы, наверное, мы рассматриваем как больного, подозрительного на инфекционного заболевания, в отношении которого необходимо в срочном порядке организовывать противоэпидемические мероприятия, главный из которых – изоляция. Вот один из примеров того, как должна быть поставлена работа. В санаторий ВИТО уже приехали 2000 ребят. Сразу после прибытия они, даже не заходя в корпуса, проходят первичный осмотр. Для этого организован специальный санпропускник. Только убедившись, что дети здоровы, медики отправляют маленьких отдыхающих по своим корпусам. От организации первичного приема во многом зависит вообще эффективность оздоровления детей в период их пребывания в санатории. Основная наша задача – не допустить поступления в санаторий детей больных, которые могут быть заразными для других детей, и чтобы не ухудшить эпидемическую ситуацию в травме. Есть очень специфичные отклонения. Допустим, у детей севера диагнозы с места их отбора – гиповитаминоз, недостаточность витамина С. Дети севера могут нам и такой диагноз поставить, направляющий медицинские организации. А в основном это заболевания верхних дыхательных путей, заболевания кусно-мышечной системы и желудочно-кишечного тракта. Это наиболее распространенные и часто встречающиеся. Безопасность детского отдыха – главная задача. На заседаниях межведомственной комиссии к этому вопросу вернуться еще не раз. Отслеживать ситуацию договорились в ежедневном режиме.